Сейчас мы идем в Храм Божий. Сегодня воскресная служба. Меня Кварик зовут, Ласка. А меня легко узнать, кто я. Зарядите Википедия, Игнатий Лапкин. Моя биография одна, но у нас интернет такая. Игнатий Лапкин? Интересно, я запомнил. Нет, вы откроете. Википедия, Википедия. Да? Да. Запишите, Википедия, Игнатий Лапкин. У вас такие старые книги сидят. У меня и книги, и все есть. Вы Википедию зарядите, вы узнаете, кто перед вами. Можно у вас вопрос тогда? Я говорю, вы зарядите, там вопросы отвеченные. Да у меня только телефон, у меня нету компьютера. Ну, запиши, потом... А я на Спартак болею, дядька. Ну, это ничего не значит. Вы болеете за какой-нибудь футбольный клуб? Да зачем он мне нужен-то? У меня нет, на это время нету. Расскажите, чем закончится война? А вам зачем это знать? Потому что вы самый умный человек, на кого я попал. Так вот, Слово Божие, Святая Библия, она отмечает о том, что будет дальше. У вас старая Библия? Да. Ну, старая, ни одна буква не измененная. Говорится о том, что будет дальше. Исчезает денежная система. Сначала карточки, а потом чип. На чело и на лоб. Дальше исчезают границы. Будет одно государство во всем мире, и войны никакой не будет. И будет один правитель и одна столица. Я когда спрашиваю, я говорю, какая столица вся? Москва. Москва будет сожженная в один час. Все полностью. Один пепел будет от нее. Откровение 17-18 главы. Так и это, скажите, Наполеон тоже сжигал? Не Наполеон. Тут другое. А тогда думали, может, тогда? Может, это тогда было? Нет, нет, нет. 17-18 главы. Откровение. Тогда этого ничего еще не было. Тут подробно описано, какой будет город. Блин, вы говорите, что как будто Наполеон вжег, отошел и ушел. Да, он не вжег. Жгли сами москвичи. Все не доказано это. Ну, это да, согласен с вами. Вот и все. Когда смотрят, где погибли французы, искребленный позвоночник. То есть награбили, тащили на один бок эти ящики. Блин, вы такой интересный вообще. Вот, если вы откроете по Википедии Игнатий Лапкин, вы на меня выйдете. А чтобы нам друг друга не потеряли... Игнатий Лапкин, я на вас подписусь. Если вы... Расскажите, чем? Мне сегодня можно, скажу я? Говорите. Мне сегодня похоронку на кента прислали. Сижу, поминаю его. Можно? Ну, вы сами смотрите, что поминать. А если был Вера, еще он бы не воевал. Ну, бля, на Донбассе жахнули. Плеслали, все нам гробу. У нас по этой мобилизации берут, а у нас люди воевать не будут. А вы из Украины? Нет, Алтайский край, город Барнаул. Я из Краснодара, дядя. Здоровья вам. Вашей семье всего хорошего. Всему вашему здоровью. Здоровья. Мне Господь дал здоровье. Мне 83. А говорите мне, что-нибудь наставление какое-нибудь дайте. Первое дело, выбрось бритву. Ты мужчина. Зачем на женщину похоже быть, как будто садомит проклятый? А вы как старая Вера уже говорите. Я вам советую то, что вы попросили совет, я даю выбрось бритву. Ты мужчина. Это подкаблучники так делают, гомосексуалисты. Я против гомиков. Я их пиздюю. Ну, поэтому бороду не трогай, выбрось. И материться нельзя. Вот мне 83 года, я еще ни о том это не сказал. Значит, вы старая Вера. Это наше гнездо. Но мы православные признаем официальную церковь. Не, ну я тоже православный. Ну, мы строим православную деревню. Где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Я понял, откуда вы с Алтая. Я недавно смотрел про вашу деревню фильм. Это вы оттуда? Да, это наша деревня. Ну, вообще, здоровья вам вообще. Так что вы по скайпу заходите. Скайп Игнатия Лапкина. И там мы друг друга уже не потеряем. Игнатий Лапкин вас рядом снимал. Игнатий Лапкин. К. Лапкин. Запишите. Сейчас запишу. Давайте. Дядя. Установите скайп. Простите, сейчас запишу. Игнатий Лапкин. И это в скайпе зайдете, в скайпе. Нет, ну вы в Ютюбе есть.